просто так глазами можете не увидеть особенности а я вам буду выкладывать крупные фотографии но хочу чтобы вы включали голову при покупке поддона я приветствую всех зрителей нашего канала с вами снова александр это сервис по ремонту автоматических коробок передач работаем мы в москве но работаем с регионами как с работаем с регионами посмотрите заглавное видео на нашем канале подробненько рассказал как отправить как получим деньги гарантии отправим назад в общем все вопросы пожалуйста посмотрите если интересно если есть вопросы можете написать на какой-нибудь из мессенджеров найдите телефон в подписи к этому видео ну либо набирайте в рабочее время если интересно посмотреть как мы работаем какие бывают коробки в ремонте посмотрите наш блог на drive 2 в подписи к этому видео найдете ссылочку если интересно подпишитесь но не обязательно посмотрите блог выкладываю отчеты о ремонтах о ремонтах некоторых типов коробок в том числе фотографии которым обычно отправляем клиенту для понимания что происходит если интересно посмотрите а если хотите комментировать или получать оповещение пожалуйста подпишитесь на drive 2 в подписи к этому видео найдете ссылочку а также ссылки на другие наши ресурсы тема достаточно важная для всех владельцев владельцев коробок zf если вы сами покупаете запчасти или хотите быть уверенным что вам продают оригинальные запчасти немножечко несколько слов о некоторых моментах как отличить поддельный поддон поддельный поддон zf восьмиступенчатая кпп от оригинал от неоригинала сразу скажу что мы говорим именно про поддон напомню что слово поддон относится к коробкам zf потому что в поддон одноразовый пластиковый поддон вмонтирован фильтр поэтому при замене масла или при ремонте меняется поддон целиком это относится к шестиступенчатым восьмиступенчатым коробкам zf у меня в руках назовем так обычный восьмиступенчатый поддон его обычность в том что у него один фильтр на совсем современных версиях здесь будет кроме фильтра еще носик для него вот здесь предусмотрены крепления выносной носик и 2 маслозаборник один маслозаборник здесь а второй маслозаборник здесь в последних версиях восьмиступенчатых коробок система старт-стоп организована так что стоит электрический насос не гидроаккумулятор электрический насос и у него свой маслозаборник то есть фильтр один но два маслозаборника обратите на это внимание прежде чем покупать поддон если вы покупаете сами узнайте какой поддон относится именно к вашей машине если у вас совсем-совсем свежая коробка zf 8 hp разная но на примере вот этого восьмиступенчатого поддона несколько слов про отличие подделки от неподделки под словом подделка я понимаю поддон на котором написано zf в нескольких местах и он выглядит как поддон zf но выпускается не производителем а каким-то китайским производителем но копирует zf вот именно это я называю словом подделка надо понимать что поддоны выпускают разные другие компании еще их называем словом не оригинал про это не говорю хотя по нашему скромному мнению по скромному мнению нашего сервиса при замене масла при ремонте коробок передач мы настоятельно рекомендуем использовать именно оригинальные поддоны zf не не оригинал и уж тем более не подделку у этого есть несколько причин первая причина это качество пластика потому что не оригинальные поддоны либо поддельные поддоны при нагреве а температура здесь на минуточку около 100 градусов особенно лета на носу его ведет винтом и начинается утечка масла конечно она не побежит ручьем но сопливить будет запросто это первое причина почему не рекомендую использовать не оригинал или уж тем более подделку и вторая причина это качество фильтра качество фильтрующего элемента есть случаи когда фильтрующий внутренний элемент скукоживается и затыкает масло приемник из-за низкого качества фильтрующего элемента такие случаи есть поэтому настоятельно рекомендую использовать только оригинальные запчасти но в силу понятных причин не оригинала на рынке больше чем на регионе больше чем оригинала теперь вы поняли почему мы про это так внимательно говорим и теперь несколько моментов которые я надеюсь помогут вам обратить внимание если у вас нет двух поддонов как обычно красиво сравнивать два поддона не оригиналы оригиналы рассказывать чем один от другого отличается постараюсь рассказать вам что не надо держать в руках оригинальный поддон но покажу так чтобы вы при покупке попробовали определить сами ну что готовы к взрыву мозга и к расстройствам поехали и начну с того что я по разным моментам которые отличают оригинальный поддон от неоригинального уже снимал ролик посмотрите его предварительно по ссылке оставлю ссылку в описании к этому видео посмотрите предварительно этот ролик надо понимать что производители не оригинал и производители поддельных поддонов не стоят на месте поэтому все что я рассказывал в том ролике который вы найдете по ссылке к этому видео и те моменты которые расскажу сейчас они тоже не стоят на месте и могут модифицироваться поэтому не даю однозначно однозначных ответов но хочу чтобы вы включали голову при покупке поддона а сегодня поговорим про даты хвала так сказать максиму шелкову кто не смотрит найдите в интернете потому что именно он постоянно рассказывает нам о том что если вы выбираете автомобиль посмотрите даты производства разных деталей в этом автомобиле и сравните их с датой производства машины вот на этом принципе построен мой сегодняшний рассказ и так в поддоне есть поскольку он сделан в германии обращаю внимание что этот классический так сказать обычный мы его называем восьмиступенчатый поддон сделан в германии о чем здесь есть надпись сделано в германии есть еще восьмиступенчатый поддоны для крайслера более глубокие ставится там на гранд чироки например они сделаны в америке более дорогие сейчас говорю вот именно про этот такой у меня в руках этот поддон сделан в германии а там вы знаете порядок во всем он состоит из нескольких деталей и на каждой детали есть дата производства смотрим значит есть корпус поддона сам пластик у него есть дата производства сейчас покажу есть пробка отдельная деталь у нее есть дата производства есть фильтр он припаян приварен но у этого фильтра есть дата производства и так у нас есть три даты производства понятное дело что они должны быть плюс-минус в с интервалом в один месяц как это обычно бывает никто не делает про запас в германии фильтров наделали наделали а потом отправили на сборочный конвейер где все это соединяется вместе делается все в разных местах даты производства ставится на каждую деталь но потом собирается все это должно иметь примерно одну дату запомнили этот момент эти даты маркировочки дат я буду выкладывать вы сейчас их увидите второй момент который надо понимать дата производства она естественно вот вы поняли меняется это очень мелкая выштамповка посмотреть ее можно при увеличении телефоном просто так глазами можете не увидеть особенности а я вам буду выкладывать крупные фотографии поэтому вооружитесь телефоном третий момент дата производства это некая печать вот представьте себе есть некая форма которая отливает отливку эта форма одинаковая но чтобы в эту форму вложить маркиратор даты производства то качество самой самой печати вот именно даты производства она в некоторых случаях будет не такое качественное и мы на это с вами должны обратить внимание понимая что каждый месяц меняется ну вот этот некий некая вставочка то есть при единой форме меняется вставочка которая обозначает дату производства некоторые моменты они будут не такие качественные и это нормально это первый момент и второй момент моя задача показать вам где расположены эти даты давайте теперь посмотрим внимательно и так берем телефон увеличиваем и смотрим на пробке есть дата производства она выштампована она будет естественно на всех пробках с разными датами но вы должны в увеличить при увеличении увидеть качественную печать я вам ее показываю сейчас здесь вы должны точно увидеть хорошо пропечатанные циферки стрелочка стрелочкой циферки первый момент посмотрели дату на пробке второй момент перевернули теперь дата на самом поддоне вот в этом месте есть тоже круглая круглый штамп который должен быть при хорошем увеличении вот такой вот качественный вы понимаете что когда это печатает китай одинаково для всех там будет одна и та же какая-то цифра с какой-то датой который вообще может быть непонятно какой посмотрите на нее она должна обозначать примерно ту же дату что и на пробке еще один важный момент снизу есть вот такие три три таблички три таблички вот тут начинается интересное сама выштамповка этой таблички она естественно будет одинаковые у всех поддонов сама выштамповка этой таблички но внутри каждого квадратика изменяемая ну некая . сказать что обозначает эта . не могу точно вот не знаю но качество этой точки будет такое как посмотрите на фотографии и обратите внимание что вот эта точка она меняется и она может быть в разных квадратиках этих этих таблиц это какая-то технологическая технологическая отметка но поскольку она меняется то качество самой вот этой микро для нас с вами микро точки она будет вот такое как на фотографиях и она должно быть то есть вы понимаете что на на отливки качественной отливки самого поддона вот эта маркируемая точка будет в разных местах и она будет разной и она должна быть во всех трех табличках она может быть в одной к в одном квадратике или в нескольких но она должна быть возьмите любой китайский поддельный то поддон там будут просто три вот этих таблички без всяких отметок а это технологическая изменяемая отметка который меняется и качество вот такой как вы видите на фотографиях запомнили про поддон следующий момент фильтр на самом фильтре есть тоже отметки она эти отметки состоят из двух выштамповок посмотрите эти отметки выложу фотографию они должны быть качественные отметки они должны быть вот такие какие должны быть и дата на этих отметках должна соответствовать примерно плюс-минус месяц датам отметок на пробке на поддоне это была третья деталь но я забыл сказать про четвертую деталь про которую естественно говорю это прокладка резиновая прокладка это отдельная деталь которая делается на отдельном производстве у этой резиновой прокладки найдите ярлычок вот он здесь есть вот он этот ярлычок у резиновой прокладки кроме того что на этом ярлычке нарисован ну выштампован постоянно выштамповается один и тот же номер он поскольку он оригинальный то здесь очень мелко будет выштамповка даты это кружок где в определенных квадратиках ставится микро точки и качество этих точек она тоже будет непостоянная меняемая количество этих точек насколько я понимаю соответствует месяцу и качество этих точек будет вот такое как вы видите на фотографии то есть должен быть год выштампован и этот год тоже меняется то есть при всем качестве выштамповки например самого номера то вот эта печать с датой она изменяемая но она должна читаться и вы должны понимать что вот эта печать меняется от месяца к месяцу добавляется определенная точечка на ну на некой на пресс-форме и вот качество этих точек она будет не идеальной такое как вы видите на фотографии таким образом четыре в начале ролика я оговорился сказал про три четыре детали на поддоне имеют даты эти даты должны соответствовать между собой плюс минус месяц эти даты должны быть выштампованные вот примерно таким образом как показал вам на примере вот этого оригинального поддона zf пользуюсь случаем напомню что по ссылочке к этому видео есть предыдущий ролик который касается разных других отметок на поддоне но со временем эти отметки начинают тоже добавлять производители подделок а вот качество дат вот отметки о дате это просто сложно при производстве но если требуется ремонт вы знаете куда обратиться пожалуйста мы работаем не только с москвой но и с регионами за сим разрешите попрощаться на сегодня это все не переключайтесь подписывайтесь дальше будет интереснее с вами был александр всем счастливо всем пока и и Продолжение следует...